Идея собственного дома витала давно. Катализатором строительства стало рождение ребенка. Стилистика дома выбрана по душе, нравится и мне, и супруге. Общая площадь дома порядка 450 квадратных метров с учетом пристроенного гаража. Дом получился высокоэнергоэффективным. Моя трудовая деятельность до этого была связана с энергосбережением. Поэтому реализовать те теоретические знания, которые были получены в практике, хотелось на своем доме. Источником теплоснабжения является магистральный газ. На газ выходит в среднем 15 тысяч рублей, а на электричество уходит порядка 200 киловатт в месяц. Это при учете того, что в доме проживает маленький ребенок и повышенные требования к температуре внутреннего воздуха. В целом, это была такая мысль все-таки моего супруга. Ему очень хотелось создать такой брутальный слегка дом с натуральными материалами. То есть здесь все более натуральное. Плюс самая главная задумка в том, что интерьер внутренний повторяет фасадную историю дома. То есть все материалы наружной отделки, они перекликаются с внутренней отделкой. Сложности определенные есть, естественно, потому что если ты хочешь сделать энергоэффективный дом, то тебе, значит, надо понимать, ты не можешь делать там очень больших, много окон, да, там очень качественно нужно следить за стройкой надо, да, за стройкой, чтобы было правильно все сделано по утеплению, по кровле, да, по конструкциям, как там все стыкуется, гидроизоляция, пароизоляция. Мы изначально закладывали гибкую черепицу, потому что, ну, в принципе, ее характеристики по гидроизоляции, по шумности, да, шумоизоляции, так скажем, они нам у нас и по эстетическим, естественно, в первую очередь тоже свойствам нас устраивали. Технические решения на кровле были исключительно технониколевские, то есть пирог, по-моему, называется шинглаз-мансарда. Общий теплоизоляционный слой в кровле 250 миллиметров. Выбирался материал по двум принципам. Первый – это чтобы была не тяжелая кровля, а второй – материал, так как у нас эксплуатируемое помещение под кровлей, чтобы не было там лишних звуков там от дождя и прочего, то есть чтобы был он и достаточно тихий при погодном условии. За счет того, что теплоизоляция дома хорошая, то есть когда на улице жарко, дома комфортно, прохладно, а в зимние периоды тепло и уютно. Для меня идеальная кровля – это та, о которой забываешь. То есть не надо думать, что там что-то течет, что-то отваливается, что-то там надо ремонтировать. Ну, на мой взгляд, кровля должна как минимум лет 10 служить, не доставляя никаких хлопот владельцу. Совместная деятельность с компанией «Технониколь», которая реализовывалась на практике на данном объекте, не останется в запытье, не останется на бумагах, а будет тиражирована и масштабирована. В следующем году на рынке появятся уникальные типовые решения, позволяющие купить дом с полной готовой отделкой, энергоэффективной, из материалов отечественной компании «Технониколь» и компании «Зерхаус», который построится за сжатые сроки в рамках 3,5 месяцев, и цена будет сопоставима с двухкомнатной квартирой.